Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Бывший кинотеатр Шибко стал неприступной крепостью для любителей погулять по заброшенным зданиям. Чтобы дети и подростки ненароком не получили травмы в аварийном помещении, оконные и дверные проемы надежно закрыли железными листами. Когда-то символ советско-болгарской дружбы. Сегодня заброшенное здание в промышленном районе Самары. Бывший кинотеатр Шибко уже несколько лет находится в аварийном состоянии. Фасад обезображен граффити, окна и двери выбиты. Здесь любят собираться местные детвора. Чтобы дети не получили травмы в опасном помещении, все выходы и входы решили перекрыть. Монтаж оконных и дверных проемов по периметру фасада здания выполняется по поручению главы администрации. Для предотвращения возгорания, несчастных случаев, а также проникновения на данную территорию здания несовершеннолетних детей, исключая тем самым детский травматизм. Кинотеатр Шибко открылся в 1975 году. Не раз переживал взлеты и падения. Пока в 2007 окончательно не пришел в упадок. Сегодня власти Самары активно работают над тем, чтобы вернуть здание в собственность города. Для нас это является очень знаковым, важным. Последние годы он пришел в упадок, к сожалению, из-за нерадивых хозяев, которые взяли его в управление и не смогли сохранить. Мы ведем сейчас очень активную работу, чтобы этот кинотеатр вернуть в муниципальную собственность. Переговоры идут достаточно успешно. Предполагается, что уже этой осенью здание Шибки может быть возвращено в муниципальную собственность. По плану бывшему кинотеатру вернут культурный профиль. Марина Кравцова, Алина Чемерес, Максим Гусев. События. Высоких государственных наград удостоены трое жителей Самарской области. Медали за заслуги перед Отечеством вручал губернатор области Николай Меркушкин. Также на торжественной церемонии вручены областные награды. За последние несколько лет в губернии их учреждено более 50. Ордена за заслуги перед Отечеством удостоен самарский архитектор Леонид Васильевич Кудиров. Всю жизнь он работает на благо родного города. Кудиров – автор десятков проектов и построек. Среди них главный корпус СГАУ, комплекс жилых домов по улице Алексея Толстого. Впрочем, у именитого архитектора еще много нереализованных задумок. Миллионный город предполагает, ну давайте сами вместе перечислим, наличие в нем многофункционального концертного зала. Есть у нас – нет. Конгресс-холла – есть у нас – нет. Это, собственно говоря, объекты, определяющие лицо города. Президентские награды вручил губернатор области Николай Меркушкин. Также глава региона наградил лучших работников в сфере здравоохранения, культуры, представителей органов местного самоуправления, госвласти. Я хочу всех вас поздравить с наградами. Нам вам самое главное – поблагодарить за ваш труд, за то, что вы отмечены. Многие вас в своих коллективах, люди, которые обучаются наградами, откровенные люди, которые на самом деле услугали того, чтобы этот труд был и оценен, и как-то поддержан. За последние несколько лет в регионе учреждено 50 новых наград. В этом году появилась еще одна – за заслуги в развитии ветеранского движения. Почетным знаком губернатора награждены 6 человек. Пришел руководитель-соседатель. С вашим приходом изменилась жизнь, изменилось отношение людей к труду. И я скажу, и мы изменились. Ветераны органов внутренних дел. Айгуль Зиганшина, Лариса Шалафаст, Павел Пресняков. События. Участники областной общественной организации «Союз генералов Самары» принимали поздравления с наступающим Днем Победы. «Союз» начал свою деятельность год назад и за это время провел большую патриотическую работу в школах и вузах города. На торжественном собрании в Доме офицеров 85 генералов получили памятные медали в честь 95-летия знаменитого конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова. Крепкие рукопожатия и поздравления. В преддверии Дня Победы участники областной общественной организации «Союз генералов» обсуждают вопросы подготовки к празднику. Сейчас в ее рядах 85 генералов. Основной своей задачей «Союз» видит патриотическое воспитание современного поколения. Подавляющее большинство генералов неоднократно, по несколько раз проводили встречи, вручения медалей, проводили уроки мужества практически во всех учебных заведениях – школах, техникумах, вузах. Руководство Военно-спортивного союза имени Калашникова отметило участников организации «Орденами» имени знаменитого оружейного конструктора. В числе награжденных и губернатор области Николай Меркушкин. Глава региона отметил вклад генералов в патриотическое воспитание молодежи. Обществу, государству сегодня этот опыт, этот дух очень и очень нужны. Если мы сможем этот дух, этот настрой, патриотизм того поколения, вот эти мости перебросить на будущее, то, я уверен, это будет главным нашим залогом. Главным залогом и величия в будущем нашей страны, и благополучия людей. С приветственным словом генералам обратился глава администрации Самары. Олег Фурсов особенно подчеркнул – Союз генералов – одна из лидирующих общественных организаций области. Тот вклад, который вы вносите в просвещение молодежи, воспитание патриотического настроя у современных ребят, он ни с чем не сравним. Самарские генералы пообещали активную работу по патриотическому воспитанию продолжат. Марина Матвеевична, Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Он одним из первых ворвался в осажденный Минск. Благодаря ему советские войска подарили свободу жителям Белоруссии. В Самаре увековечили память героя Советского Союза Николая Ивановича Колычева. На доме, где жил участник Великой Отечественной, установили мемориальную доску. В ее торжественном открытии принял участие председатель городской думы Александр Фетисов. Звезда героя на груди Николая Ивановича Колычева засияла в последние годы войны. 3 июля 1944-го командир взвода вместе со своими бойцами первым ворвался в Минск и захватил единственный уцелевший мост через реку Свислочь, помешав немцам взорвать его. В итоге советские войска беспрепятственно вошли в Минск и вскоре освободили от фашистов всю Белоруссию. После войны Николай Иванович жил в доме номер 6А по улице Магнитогорская в Самаре. Теперь на фасаде установлена мемориальная доска. Все, что сегодня делается, открытие досок, посадка деревьев, это все в защиту нашего государства. Любое действие, говорящее правду о Великой Отечественной войне, это защита нашей России. Внучка героя Ольга Фомина вспоминает, дедушка о войне говорить не любил, почти ничего не рассказывал, зато часто встречался с фронтовыми друзьями. Это был очень добрый человек. Любая просьба, обращенная к нему, она не оставалась без ответа. Он на все отвечал. Для себя никогда ничего не просил. Но если его кто-то о чем-то просил, это было все выполнимо. На митинге в честь открытия памятной доски к мемориалу возложили цветы. А герои, подарившим свободу братскому народу, по сей день помнят и в Белоруссии. Танк Николая Ивановича находится как раз в том месте, где была определена водная преграда через мост, через Свислочь. Пройдет неделя, и мы с делегацией нашей Самарской приедем в город Герой Минск. И обязательно для нас одно из важнейших, одним из важнейших мест, куда мы посетим и отдадим дань должного уважения и памяти, это будет как раз танк нашего земляка. Памятные доски российским героям устанавливают с ноября прошлого года. Мемориал в честь Николая Колычева, шестой по счету. Всего в этом году в областной столице планируют открыть свыше десятка табличек в память о подвигах самарских героев. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. В судьбе России моя судьба. Под таким девизом в Самаре стартовал автопробег в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Перед стартом его участники вместе с представителями трудовых коллективов возложили цветы к вечному огню. К церемонии присоединился и глава администрации Самары Олег Фурсов. Уважаемые участники автопробега, Хочу пожелать вам с гордостью и честью нести вот эту память историческую о тех свершениях, о тех исторических веках, которые прошла наша страна. Задача – это, естественно, чествование героев, павших в годы Великой Отечественной войны и встреча с ветеранами, говорить им добрые слова, а также, естественно, патриотическое воспитание молодежи. Автопробег, посвященный 70-летию Победы, стартовал с Маяковского спуска. В этом году он пройдет по пяти маршрутам. Участие в нем примут около ста машин и более трехсот человек в составе экипажей. Это члены военно-патриотических клубов, ветераны ДСААФ, студенты вузов. Участники автопробега посетят Новокуйбышевск, Чапаевск, Красный Яр, село Кошки, Тольятти, Жигулевск, Сызрань. Ко дню Победы автомобилистов Самары ждет приятный сюрприз на дорогах. Стоя в пробке, на перекрестке можно получить бесплатный комплект наклеек на автомобиль от газеты ВАБАНК. Подробности акции в нашем сюжете. О том, что никто не забыт и ничто не забыто, говорит все вокруг. Наклейки на автомобиле – еще один способ сказать спасибо деду за победу. Желающих наклеить их на своего железного коня становится все больше. Это не просто важно и даже не мода. Я вот ехала сегодня, думала, как красиво. Вот в России у нас все в этих наклейках, когда иностранец приедет, посмотрит, скажет, ба, какая красота. Как здесь все заинтересованы. Никто не забыл и никто ни на какие европейские веяния не смотрит. Одна из самых популярных газета ВАБАНК поздравляет самарцев с великой победой и дарит на память комплект наклеек на автомобиле. 7 мая на самых оживленных перекрестках города промоутеры будут раздавать их бесплатно всем желающим. Получить их можно и в редакции по адресу улица Ленинская, 302. Память должна оставаться, что мы должны делать все для того, чтобы наши дети, наши внуки помнили об этой войне, помнили про эту победу. К празднику подготовили более трех тысяч комплектов наклеек. Автомобилисты, наклеившие их, могут получить приз от ВАБАНКа. Подробности в свежем номере газеты. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. Рябиновая аллея Победы появилась на улице Огибалова в Самаре. Десятки деревьев посадили в преддверии праздника Великой Победы. В высадке Рябиновой аллеи приняли участие ветераны и участники Великой Отечественной войны. И, конечно, молодежь. Со слезами на глазах ветераны и участники Великой Отечественной войны благодарят всех тех, кто не забывает их подвига и чтит память тех, кто не вернулся из боя. Мы рады, что вот стоим перед вами. Дожили до этого великого дня. Видим вас здесь, особенно молодежь, наших жителей, которые рады этой победе. В честь 70-летнего юбилея Победы в Самаре появилась Рябиновая аллея. Хоть Куйбышев и не участвовал в боевых действиях, работа в Тулуце на не меньше. И нашим гражданам есть чем гордиться. 5 тысяч работников народного хозяйства, сельского хозяйства, промышленности было награждено орденами и медалями. Более 240 тысяч наших сограждан были отмечены также государственными наградами. Сравнительно недавно, с точки зрения истории, наш город был награжден двумя самыми, наверное, замечательными наградами государственными. Орденом Ленина в 1982 году и орденом Октябрьской революции в 1986 году. Эти награды в советское время очень сложно было заслужить и давались они только за выдающиеся успехи в развитии народного хозяйства. Аллеи Победы стали уже доброй традицией. Недавно на улице Гагарина посадили березы, каждая из которых была посвящена одному из героев Советского Союза. На Огибалово высадили рябины. Дерево олицетворяет защиту. 70 лет назад наши воины защитили нашу родину. Поэтому лично для меня, когда я сажал, я мысленно обращался к памяти своих дедов, которые так случилось. Оба начали войну именно 22 июня 1941 года. 70 белых воздушных шаров в небо в завершении торжественного митинга – символ свободы нашего народа. Свобода от фашизма, свободы от войны. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. Большой концерт прошел во дворе Самарской школы номер 40. Ученики с 1 по 11 класс выучили военные песни и с удовольствием исполнили их перед почетными гостями, ветеранами и родителями. А также подготовили семейные истории о родственниках-фронтовиках. Бессмертный полк снова в строю. В руках у школьников фотографии их погибших родственников, участников Великой Отечественной войны. Это мой прадедушка Ксенофонтов Борис Сергеевич. В 1943 году попал на фронт. Ему было 18 лет. Мой прадед Кузин Сергей Фадеевич родился 1 сентября 1917 года. В 18 лет был призван в армию, а потом сразу на фронт. В 1944 году был взят в плен. Дважды пытался бежать, но немцы пускали собак и избивали, отправляли в лагерь. Третья попытка удалась. Моего прадедушку зовут Агапов Алексей Васильевич. Он родился 13 марта 1931 года. Умер 7 августа 2005 года. Жил в военное время. Ему было 10 лет. Моего прадедушку зовут Дмитрий Федорович. На Дальнем Востоке был майором. Война была с японским захватчиком. Моего прадедушку зовут Сигаршин Худзин Рисламович. Он пошел воевать в 1941 году. В первом году получил медаль за отвагу, за взятие Берлина, за взятие Будапешта. И это нами красная звезда Отечественной войны, первая и вторая степень. Целый год ребята с первого по одиннадцатый класс собирали истории своих родных в рамках акции «Поклонимся великим тем годам». Подключили к этому родителей, бабушек, дедушек. Ценные материалы об участниках войны размещали на городском сайте Куйбышев «Запасная столица». Мы, наверное, выполнили такую задачу, которую ставили перед собой. Достучаться до каждого ребенка, увидеть слезы на глазах ребенка, я считаю, что это маленькая победа. Я своим прадедом горжусь. Я горжусь своим прадедушкой за его мужество и отвагу. Я горжусь своим прадедом и также буду любить и защищать свою родину. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События. От железнодорожного вокзала до Красной Глинки. В автобусах 50-го маршрута будут звучать истории о Великой Отечественной войне, о Куйбышеве, который был запасной столицей, о заводах, которые были сюда эвакуированы. К 9 мая по улицам Самары экскурсионные автобусы будут курсировать по трем маршрутам – 50-му, 56-му и 61-му. Во время поездки пассажиры смогут также прослушать интересную информацию об исторических и дипломатических зданиях – улицах, названных именами героев Советского Союза. Курсировать познавательный автобус будет и после 9 мая, предположительно до осени. Автобусы можно будет легко узнать по отличительным признакам. Большой надписи – экскурсионный автобус, знай историю своего города. Очень много интересных фактов, очень точечных, касающихся истории нашего города. Ну вот, к примеру, мне очень понравился сюжет, связанный с работниками трамвайного депо города Куйбышева, которые непосредственно помогали медработникам города. Они подводили специальные железнодорожные пути к больницам, к вокзалу, для того, чтобы легче было перевозить раненых. Это, наверное, одно из моих самых трогательных открытий. 7 мая в полдень в Самаре состоится открытие «Арки Победы». С инициативой создания мемориала к 70-летию Победы выступили ветераны в 2013 году. Городские власти идею поддержали. По итогам конкурса лучшим признали проект заслуженного художника России Ивана Мельникова. Сооружение выполнено в виде классической арки высотой 15 метров. Увидеть «Арку Победы» во всей красе горожане смогут 7 мая. Обращаем внимание автолюбителей. В день открытия «Арки Победы» 7 мая с 8 утра до 2 часов дня будет ограничено движение транспорта по проспекту Юных Пионеров от проспекта Кирова до улицы Каховская. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Ассоциация российских банков и Федеральная антимонопольная служба обратились в Центробанк с предложением по-новому рассчитывать полную стоимость кредита. Они предлагают внести изменения в среднерыночную формулу расчета с учетом доли каждого банка на розничном рынке, а не только тех, которые входят в топ-100 кредитных организаций. С 1 июля 2014 года полная стоимость потребительского кредита не может превышать рассчитанное Центробанком среднерыночное значение более чем на треть. ФАС указывает, что такая методика не учитывает требования постановления правительства о правилах определения доминирующего положения кредитной организации. Предложение жизнеспособно и теоретически может снизить стоимость кредитов, как считают эксперты. Давно пора прижать банкиров. Эксперты прогнозируют снижение цен на продукты питания в сезон отпусков. В это время покупательский спрос падает, а продавцы не заинтересованы увеличивать наценку на свою продукцию. Кроме того, летом в точке сбыта начинает поступать плодоовощная продукция отечественного производства, что также сказывается на стоимости товаров. Однако в этом сезоне эксперты прогнозируют не такое снижение цен, которое отмечалось в прошлом и позапрошлом году. В стоимость плодоовощной продукции будут закладывать возросшие цены на импортные семена, которые сильно подорожали из-за девальвации рубля. Вот интересно, почему у нас в стране семена для рассады сделать-то не могут? Семь из десяти самых популярных островов для отдыха в 2015 году принадлежат Греции. В рейтинг ТОП-30 вошли 13 греческих островов. Первое место занимает Кекладский остров Иос с индексом популярности 86,22%. На втором месте один из самых красивых островов Саранического залива Гидра. На третьем месте Фолигандрос. Четвертое место по популярности занял итальянский остров Капри. Его рейтинг 84,95%. С пятого по восьмое место располагаются греческие острова Санторини, Меконос, Наксос и Парос. В ТОП-30 также попали Спецос, Крит, Закинтас, Кос, Родос и Корфу. Сообщается, что в ТОП-30 вошли острова, располагающие как минимум 50 отелями, на каждой из которых оставлено не менее 50 отзывов. А я всегда, кстати, говорил, что греческие острова – это нечто. А на сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Тольяттинский гроссмейстер, чемпион страны. Баскетбольные экономисты сражаются за пятое место в плей-офф Суперлиги. Тольяттинская теннисистка успешно играет на турецком турнире. Татьяна Николаева вышла во второй круг юниорского турнира в Турции. Тольяттинская теннисистка в первом круге без особого труда одолела Софию Суалех из Португалии 6-4, 6-0. Следующей соперницей россиянки станет израильтянка Ювал Керин. В парном разряде Николаева вместе с Шахназой Хатамовой из Узбекистана выиграла турецкий тандем 7-6, 6-4. Первый матч серии за пятое место в плей-офф Баскетбольной Суперлиги Самара СГО выиграла у ревдинского темпа. Хотя начало было за соперником. На старте он вел 9 очков. Но уже к перерыву экономисты врывались вперед 23-22. А на большую паузу ушли при разнице в 9 очков. Вторая половина матча осталась за Самарским клубом. Итоговый счет 86-74. Второй матч серии до двух побед пройдет 6 мая в Ревде. Третий, если понадобится, 9-го в Самаре. Толятинский гроссмейстер выиграл первенство России по шахматам среди юниоров до 21 года. По ходу турнира Иван Букавшин одержал 4 победы. 4 партии свел в ничью и потерпел всего лишь одно поражение. Помимо чемпионского титула Букавшин получил право выступать в высшей лиге чемпионат России по классическим шахматам среди мужчин. И на первенстве мира среди юниоров. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин